Я этим не связан в субботу, мог бы и другое место взять, но уже привык к этому, как занаряженные. И думаю, что какое-то снисхождение люди будут иметь. Одно дело, когда по любви выходит, другое дело, когда выдают замуж родители, потом слюбятся. Или раньше направляли, говорят, по направлению, отработка, два года. И другое дело, когда человек сам выбирает место, едет, и как будто и спрос другой. Сам я подневольный, ну должен выполнять. Да хоть я на себя гляжу, я привык к этому рабству, оно мне приятно. Я подумал, рядом другое место взять, нет. Все-таки во мне православные гены какие-то остались, срабатывают. Меня так тянет и тянет идти в русле того, что указал составитель, считать. Я стал себя исследовать и увидел, что у меня это тоже есть, занаряженность такая. Как бы большее снисхождение вы можете тогда иметь ко мне. Если я не во всей полноте выложусь. Апостол Павел говорит так, умоляю вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных. Тут много, я взял только один стив. Вразумляйте бесчинных. А кто такие бесчинные? Ведь речь идет о людях, которые в церкви. Не выгоняйте. И не говорит их, не принимайте. Но они уже находятся. Их остается только вразумлять, а они уже в ограде церковной находятся. Притом это слово бесчинное по-разному толкуется. Я решил не мудрствовать, а просто пройтись по Библии и посмотреть, что относятся к этому. Пророк Амос. Третья глава, девятый стих. Провозгласите на кровлях. Провозгласите на великое бесчинное в ней. В городе. И на притеснение среди народа. Вот это бесчинное. Слово «чин» это стройность, как должно быть. Генерал, полковник, подполковник. Это «чин». А когда бесчинное, тогда он забегает, смольный царя под стол расстреляли, а он сел и говорит, я царь. Это бесчинное. «Чин» Божий так установлен. Какой бы ты бы ни был муж, он муж-глава. Жена придумала, а жена шея. Но куда шея захочет, туда голова повернется. У шеи-то думать нечем. Ты обманываешь и так. Шея-то повернется туда, куда ум скажет все равно. Она думает раз на шею. Это означает, что ты ниже ее. И тут ума не хватило. Опять же сатана обманул. Кромнее надо провозглашать, сколько всякого бесчиня в городе. Не молчать об этом. Раньше я много вел занятий в различных школах. И некоторые учителя увязались за мной. У меня котел был один, кажется, 13 школ район. Я во все школы ходил, занимался. Она говорит, я хожу. Вы все разные говорите. Но одно у вас постоянно. Все время учителей ругаете. Я говорю, а попы говорят, что я их все время ругаю. И коммунисты говорят, что я их все время ругаю. Так у меня больше ничего нет, как ругань одна осталась. Но теперь выразите в словах, как я ругался. Но вы сказали, что они виноваты. Да какая же это ругань? Вам дан доступ к душам людей, как к священникам. И вы обязаны были эти души воспитывать. Я вот что говорил. Если будет когда-нибудь суд на земле, допустим, нас завоюет, или как-то... Почему такая большая страна, всемирная, известная, и оказалась разваленной? То на первой скамье подсудимых, я говорю, будут сидеть учителя и священники. А уже там дальше это прокуроры, судьи, это все это... А уж кочегары там в самом конце будут сидеть. Потому что виноваты все. Мы не будем молчать. Кровли сейчас и возгласим. А кровля это, чтобы далеко было слышно. По эфиру, через книги, через прессу. В первом послании Коринфянам, 13 глава, 5 стих, апостол Павел говорит, как избежать бесчиния. Есть способ, есть одно лекарство, которое бесчиния вытравливает из человека. Я вам скажу сегодня по секрету. А вы дома проверьте и употребите это лекарство. И проверьте там в ваших аптечках, есть оно или нет. Бесчиния разрушает государственный строй, семейное устроение. Учебные заведения, армия, все разваливает. А он говорит, любовь не бесчинствует. Любовь. Не говорит к чему. Ну, в первую очередь, любовь к Богу, что это Бог так установил. И второе, я должен любить врага, должен любить начальство. И все в чине своем. Я посмотрел у нас люди, которые ушли, так перебрал. Которые ушли, сгинули их, нет, нет. Ну, просто гнил, гнил и отошел. Про тех ничего нельзя сказать. Но таких мало. А остальные все бесчинники, вот последние уходили. Они бесчинствуют, начинали кричать, батюшку оскорблять. Безобразно себя вели. Это бесчиняя. Чин, значит, я все время помню кто. У меня какие были отношения с епископом. А ведь я ничего ему не сказал. Только одно приготовился, а стоять в коридоре. И сколько будешь стоять, пока Господь смилостивится. И глядя на мое смирение, они помилуют меня. Я больше ничего не могу сказать. Безчиня – это яд. Это зараза, кислота, которая разъедает устроение церковное. И побеждать его можно любовью. Любовью к Слову Божию. Бог не велит этого делать. Вот мы что-то делаем. И в любом деле старайтесь знать свое место. Говорят, услышал, по мере сил я это сделаю. Нигде не возникать, не противоречить. Мы же добровольно все сюда пришли. Послание Галатам, 5 глава, 21 стих. Апостол Павел перечисляет в один ряд через запятую грехи смертные. И говорит так. Дела плоти. Плотские дела. Известны. Ненависть. Вот одни хорошие. Дальше, запятая. Убийство. Уголовная статья и страшная. Тяжелая статья. Дальше. И через запятую пьянство. Пьяница сразу не согласен. Я никого не убил. На свои законные деньги выпил. Ну, дети меня накормили. Из дома мешок пшеницы я не утащил. Вот варенье уже не в подвале целое. Он начинает перечислять. Я говорю, само по себе пьянство. Даже ты один на чужие деньги выпил. И ты уже потерял все. И дальше бесчинство. Как прежде предварял, так и теперь предваряю. Поступающие так царствие Божие не наследует. Бесчинник в царствие Божие не попадет. Вместе с убийцей. И он затоуст говорит. Ты мне не выявляй степени. Кому будет миллион градусов в воду, а кому миллионы три градуса. Главное, что ты решен в царство небесное. Самое страшное, наверное, будет не мучение в аду, а то, что человек вспоминать будет. Я мог спастись. Я мог быть со Христом. Я образ Христа никогда не увижу. Мы этого не понимаем. Встал на молитву, отбарабанил, глаза закрыл или подремал маленько. А внутренним оком верующий человек все время зрит образ Христа. А как Господь смотрит. Как Он тебя ласкает. Как заходит. Слово Божие. Вот я первый раз, когда открыл, мне это Бог дал. Это талант такой. Вера называется. И я не буквы читал, а для меня как бы, я не слышал, как бы голос неба. И запечатлелось, запечатлелось буквами, и они отображаются, бегут по экрану, я их читаю. Для меня это Слово Божие. Почему я так пропагандирую, грубо сказать, Библию? Это Слово от Бога. От Иегова. Он дал его нам. Это книга, как бы Коран, опущенная с неба, как мусульмане говорят. Царствие Божие не наследует. И далее считаем. Апостол Павел говорит так. Во втором послании к Иисусу, 3 глава, 6 стих. Мы завещаем вам именем Господа Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию нашему, принятому от нас. Человек бесчинствует, не разговаривая с ним, не звони, не телефонов, не слушая ничего. Он бесчинник, яд будет в тебя вливаться. Ну, дыма без огня не бывает, пословица придет, он что-то говорит. Человек бесчинный, злословище отравляет троих сразу. С тебя все время, внутри у него котел кипит, гнева, год проходит, два-три, он гневается и гневается. Второе, кого слушает, он твои уши уже отравляет. И третье, он того отравляет, которого имя поносит. А что сделать? Ян Затус говорит, отвернись и отойди. Скажи, я грешник, меня не положено слушать. Ты-то говоришь про меня, я сам такой. Все закончилось. Вырви эту головню, не дай ей тлеть. Во втором послании к Песланникеисам 3.11. Апостол Павел говорит, бесчиня проявляется в обыденной жизни. Его надо уловить. Попытайтесь, такой хронограф есть, прибор, по нему посмотреть, сколько времени уходит не на работу, а на шатание по избе. С угла в угол. Книга лежит и не прочитал. Я говорю, а сколько ты книг наших прочитал? Ну я выборочно. То есть ты ничего не читал. Выборочно можно читать только тогда, когда один раз полностью прочитал до одной строчки. Ты знаешь, что выбирать. А как ты выбирать? Ты одну строчку пропустил, она как раз твоя, как раз для тебя. Ты не хочешь трудиться. Поставь себе задачу. Ни болезнь, ни отсутствие времени, ничто тебе не препятствует молиться и считать Слово Божие. Ничто и нигде. Не надо ссылаться. Я сейчас придумали в путешествии, и где-то в паломничестве. Могу пост не соблюдать. Особенно воинам, беременным, студентам. Ну то есть все пересчитать. А это батюшки сами, бесчинники. Страшное бесчинство, это безобразное бесчинство в церкви. Священник поставил себя на место Бога. На каждом шагу бегает за священником. Батюшка, благослови, батюшка, благослови. Вот как помешанная. Да ты смотри в Слове Божьем и скажи, Господи, открой мне, познать волю твою. Бог дал Слово. Ну инструкция прислана на одном листе, и она изучается. Тебе ничего не надо, уголовно-гражданский кодекс, ты все, хлебом обеспеченный. Тебе ничего не надо. А это Библия, 77 книг, от корки до корки, бегает за священником. Познать волю Божию хотят. Это он не читал, он не знает. Апостол Павел говорит, слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Ничего не делают, а суетятся. Ну что, сходятся? Ничего не делают, а вот что-то выступают, какие-то предложения, проекты решают, манилочиной занимаются. Ты возьми малое дело, доведи его до конца. Нам сказал один человек, который даже, я не признаю от вас все, но когда я узнаю, что вы непрерывно столько лет ведете эту работу, бьете и бьете в одну точку, я уважаю вас. Ну, 44 года я в одну и ту же точку бью. Что Слово Божие оставлено. Заблудились священники. Вначале в Потеряевке мы не отступили. Люди приезжают, уезжают там. Ну, может, нет, это естественно. Отсев, это естественно. Вот сейчас передали, что у нас уезжает отец Александр. Никого так не было жалко, даже скорее бы уехали. Его страшно жалко. Я вижу его смерть. Я вижу развал его семьи, беда в семье. Перед глазами все стоит. Я попрошу вас, помолитесь. Для меня отец Александр как откровение был. Он для меня настолько близок. И вдруг из него такое стало открывать. Почему? Бесчиня. Шатание из угла в угол. Никогда не увидишь, чтобы работал. Все в развале. Скотину подкалывает и ничего нет. Рядом сосед живет, у которого полон двор всего. Куда-то ехать. Куда-то ехать. На бензокономку работает. Последний раз он дал обещание. Мы втроем его зажали. Перестань этим заниматься. Молись дома. У тебя виноградник какой большой в запустении. Один терновник растет. Отец, даешь обещание? На пленке записано. Да. Рядом его люди приезжали в Твердловской области. Они согласились с этим. У тебя огромная беда. Развал везде. Все, хозяйство запущено. Никто не видит, что ты работал. Тракторенок брошенный стоит так и... Ничего не ремонтируется. Запустение. Это что, бесчиняя? Суетятся, ничего не деля. Это суета. Переезд с одного места на другое. Это суета. И это бесчиняя. Сделали. Лишку сварили, выбросили. Это бесчиняя. Во всем абсолютно человек бесчинен, где он не знает, что Бог его поставил своим заместителем на земле. И вот ты будешь вместо Бога. Вот какие слова в Библии встречаются. Поэтому не борься, говори со мною. Во втором послании от книги Маковейской, 6 глава, 4 стих. Говорится, как от сегодняшнего, может быть, времени, что делается в храмах. У нас есть книги, в которых отображена жалоба настоятеля Красноярского края. Нам близки очень известны. Батюшка, отец Александр Бордин, писал архиерею. Какие гулянки, пьянки, в алтаре переблевано все. Ведрами окурки выносят. И это не сегодня заявилось. Храм наполнился любодейством и бесчиньем от язычников. Обращаясь с блудницами, они смешивались с женщинами в самих священных притворах. А вещи это о храме. И вносили внутрь вещи недозволенные. Кто не скажет, не каноническая книга, но жизнь наша каноническая. Мы видим, что это такое. Когда в алтарях ходят женщины, прямо на престол садятся и выпивают. Вот какие вещи. Нигде-то в алтарьском крае. Когда, входя в алтарь, он должен упасть и только губами прикоснуться к жертвеннику. Премудрый Соломон 14, 26. Когда люди падают, то у них наступает задвение благодарности. Они не благодарят ничего, что получили, сколько добра ему сделали. Он ничего этого не помнит. Бесчиня браков наступает. Бесчиня это разрушение. Неверность мужа жене, жены мужу. Бесчиня в семье, дети не слушаются. Непочтение к родителям. Вот читаешь воспоминания, он говорит, меня мама не била, говорит, одна воспитывала. Я прибегу, она на коленях стоит, плачет, я стану рядом. Она жалуется Господу на меня. Мне 6 лет, Господи. Я ничего не могу с ним сделать. Он убегает от меня, не работает. А я стою рядом и плачу. Я представляю себя перед Господом. И в детях этого нет. Вторая книга про Лепоменон, 9 глава, 4 стих, повествуется о столице Савской, на которую ссылка в новом завете есть. Какая-то была женщина мудрая, прослышав, она мимо ушей не пропустила. Решила сама проверить и отправилась не через лук, а сама в командировку. Большие дары взяла. Соломон, богатейший человек был. Она удивила его, караван ароматов привезла, а у него этого не было. И она увидела у него, как ведут себя люди, подают пищу за столом его, и жилища рабов его, и чинность служения ему, и одежда его. Чинность. К нам кто придет, ведь видно, что чинно идет служение. Как идут люди, как заходят, как стоят. Я прикидываю к себе, чтобы я раньше, первый раз пришел в церковь, я бы знал, что существует, допустим, 20 церквей в Барнауле и зашел сюда. Я просто упал бы, лежал, плакал бы, выкидывайте через забор, а я все равно перелезу под забор. Я не уйду. Такая у нас чинность установлена, такой порядок, все знают свое место, никакого хождения. Вот эта чинность и есть. Дисциплина. Иные нас пытаются этим упрекать, вам только строгость. Ну смотри, у Соломона что подметили? Чинность служения, это вошло в историю. Император Валент, ненавистив христиан, побывал на одной службе, и притом самые суетливые, крещения, каждый с банкой, с бутылками, с лейками лезут, и он увидел, как служит у Василия Великого, а он орианин был. Нигде и у себя я такой чинности не видал. Чин сразил его. Каждый на своем месте, ни один не двинется, знает, когда поднять руки, когда опустить, когда поклон совершить. В книге Испирь 1 глава 8 стих говорится, что царя было повеление во время праздника совершать его чинно, и никто никого не принуждал. Поставили на стол, вот как у нас, никто же в рот не наливает, черпай, бери, подкладывай, это называется чинность. Вот приставать тоже не надо, поставил свободно, и это вошло в Библию. Царя так сервь, язычник, а у него, как у Соломона, все было чинно. А сейчас как грудь бьет себя, выпей, не пьешь, не уважаешь. Это бесчиняя все. Мы никого не зовем к себе, это тоже чин, мы только свидетельствуем о том, как хорошо быть с Господом. Никому никогда не говорите, переходи к нам. Я прошу вас, более позорной проповеди не знаю, вы только покажите своей жизнью, как хорошо быть со Христом. Если человек решит, что это так и должно быть, что у нас все чинно, по Слову Божию, тогда мы потихоньку разрешим ему прийти раза два. Не надо затягивать, не надо вербовать никого. Нас Господь послал, говорит, свидетельствовать перед миром. Нам не надо ни количества, пусть оно все развалится, но чтобы было чинно, и развалилось чинно. По Слову Божию. Послание Криму, 13 глава, 13 стих. Будем вести себя как днем, чинно, не предаваясь, ни пированием, ни пьянству, ни ссорам, ни зависти. Значит, пьянство, ссоры, объедение, зависть, это все обещание. Вот уже очень хорошо можно прямо написать, что входит в это обещание. Завидует это обещание. А чего завидовать? Начинай работать, у тебя так же все будет. Чин заключается именно в том, что ты свое место знаешь, и себя на студии. У меня почему нет этого? Не умею жить экономно. Дальше. Ну и работа у меня неденежная. Бесчиня. Когда человек завидует, почему посягает на другой чин, чтобы мне большую пенсию шахтера давали, а работал сторожем, как я. Ну и такая пенсия мне положена. Мне только хочется сказать, что эту работу не я выбирал. Меня загнали в нее. Они мне не давали. Я получал большую пенсию. Мне не давали никакой работы. Меня не могла ни милиция, ни кто устроить. Ну, другое ело. Ну, я подрабатывал. Сделал пенсию. Я не обижаюсь. Это даже и грех было бы. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 35 стих. Говорим же это для вашей пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы. Чтобы вели себя благощинно и служили с радостью перед Богом. Не просто чинно, а благощинно. Вот там, где мы есть, тут надо выложиться целиком. Это моя ячейка, моя ниша. Я ее обжил уже. Ну, тут и буду работать. Никогда не надо пощегать то, что тебе не продлежит. Тем более, незаконным путем. Это все бесчиня. Объедение это бесчиня. Объедение приводит к излишнему весу. Чинь такой, чтобы душа господствовала над телом. Запомните, кто главный. Душа. Ну, а когда тело лишний жир имеет, она давит душу, спать надо, лежать, лениться. Вот это есть бесчиня и объедение. Я уже не один раз на эту тему говорю. Сбрасывайте лишнее с себя. Это ничего не даст тебе, кроме того, что бесчиня творится в самом организме уже. В первом послании к Коринфянам 14.40 апостол Павел говорит, все должно быть у нас благопристойно и чинно. Все. А что именно все, мы начинаем рассматривать. От того, как встаешь, как одеваешься, перекрестись, опустил ноги, перекрестился ты, это чин такой, к двери подходя, перекрестись, возблагодари Бога за все, что есть, и всегда помни о тех, которым труднее, чем тебе. А сегодня люди пытаются обольстить себя словами, чинный. Ну, кто скажет, я скромный. Даже как-то, сказать-то нельзя. А это кто? Я благочинный. Должность такую придумали. И прямо перед самим собой пишет и мое смиренство. Это епископы. Сам себя смиренством называет. Благочиня. А это, говорит, благочинный. Наши батюшки тоже звание, это благочинный. Еще проверить надо, соответствует этому званию это или нет. Это враг обманывает. Нет этих слов. Эти слова, они должны оправдаться делами. Благочиня означает строгий строй, установленный Богом, иерархию человек соблюдает. Не дает пощады телу своему. Душу все время ставит во главе, подчиняет духовным запросам. И работы, и взаимоотношения, связи. Все, что тебе Господь дает. Апостол Павел говорит, что мы умоляем вас, братья, чтобы мы вразумляли бесчинных. Если замечаем, какое бесчинение, не надо его скрывать. Сначала наедине подойти и сказать, а почему ты так делаешь? Если этого не понимать. Притом, мы должны вразумлять, он говорит, мы вразумлять, а не он. Вот сколько бились за эти пододы, за юбки, даже сказать больно. Ну, в конце концов, все-таки добились, кто-то обижался. А когда поняла, мне одна пишет сейчас, говорит, так я сказал, пусть меня хоть в броню закуют, я теперь согласен со всем, потому что я все это полюбил, а согласен в скафандре ходить, а не только в паранже. Что значит чин? Признай чин, что на всем сюду царствует Господь, и все, что на нас есть, это Его. По чину принадлежит Ему высший чин, Он есть глава всего, Господь, Господствующий, и Царь, царствующий. И нет им ни начала, ни конца, и мы вошли в этот чин, чтобы этот смертный грех у нас здесь даже не именовался. Он был, и у нас, видите, такая обстановка создана, что бесчинники сразу отпадают. Немножко мы побунтуют, и он понимает, он не может никак, это инородное тело. И я скажу, в этом вопросе наша община, она не просто уникальная, а может быть единственная. Я во многих был в местах, разговаривал, а ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь, заводится язва, и непрерывно идет, а у нас, видите, как мы молимся, ну, из-за дисциплины специальные наблюдатели смотрят, и у нас ничего этого нет. Он сразу отгнивает, отходит, и так вразумлять будем, в первую очередь, самих себя. И благословен Господь, научающий нас через две тысячи лет, через великого апостола Павла, чтобы мы чинно вошли в Царство Небесное. Аминь.